В Екатеринбурге два наших земляка, два пранкера, два Евгения, в интерсети известные как Жека и Еврей, которые в своей повседневной жизни в основном борются с мошенничеством, аферизмом и прочим комбинаторством. На этот раз покажут вам, что эти барыги, комбинаторы и прочие наёбськи, что они вообще себе позволяют. Не ну, серьёзно, какого чёрта барыги стали настолько наглыми? И в то же время ссыкливыми. Сейчас вы увидели отрывок из передачи новостей Шеремета 9,5. Так вот, на эту передачу вот и вот написал мужчина, который хотел купить самовар. Да, но его развели на вобосике и он остался без этого барского предмета роскоши. Самовары в 2019-м, это, конечно, на любителя, но тут важно не что он хотел купить, а где он это хотел купить. И вы только зацените, как чётненько и с умом подошли наёбськи к своему делу. Вот есть оригинальный сайт. TULAVAR.RU. Тульский самоварный комбинат. Цены в районе 15 тысяч. Хочешь налутать модного стафа, чтобы понтануться перед своей подругой-колхозницей? Это место для тебя. А вот его палёно-поддельная копия. Выглядит очень похоже и имеет на момент съёмки домен TULAVAR.SO. Раньше была точка ком, но его, видать, прикрыли уже. Именно отсюда и заказывал мужчинка себе самовар. А сайта просто один в один выглядит. Только цены на порядок ниже. И за 5К можно реально выцепить себе самоварчик, за один только вид, которого тебе даст какая-нибудь доярка с большими грудями. Барская вещь, конечно, не на мой крестьянский вкус. Но вы только подумайте. Фишинговый сайт с доменом .com. И с нормальным адресом. Вот там вот разве может быть обман? Нормальный же сайт, всё нормально выглядит. Оказывается, может. Ещё на сайтах с крестьянским флексом указаны разные номера телефонов. На оригинальном номер начинается на плюс 7 950, а на фишинговом номер плюс 7 48 72. Сейчас позвоним, сейчас всё будет. Сейчас я позвоню на плюс 7 48 72, и мы узнаем, что там на самом деле. Абонентная работа. Нормальный вами номер не обслуживается. О. The service for this number is not provided. Вот так вот. Номер недоступен, и я сделал заказ онлайн. Смотрите, какая простая форма для заказа на фишинговом сайте, и какая большая и более точная на оригинальном. Я оформил заказ на поддельном сайте, и в ответ барыга предложил мне оплатить товар, просто скинув деньги ему на карту. Просто полную предоплату сделать. Вот это просто верх наглости. Конечно, он никаких денег не получил, и по телефону связываться он наотрез отказался. Который у него ещё и недоступен, там типа менеджер в отпуске. Настолько вот барыги стали ссыкливыми. Они работают только переписками в интернете. И телефончики свои отключают, чтобы никто на них не ругался. И тем более лично вживую кого-то обманывать. Таких поискать надо ещё. Вот вы говорите, на ИВГ нет. Барыг, а вы найдите, пойдите. Нет никого, все в интернет ушли. Все барыги сели там за свои мониторы и сидят там, переписываются. А ты вот на улице меня встретишь, ты подойди ко мне и скажи, да, я барыга, я тебя обманываю. Я лохов там развожу. И что ты мне скажешь? Ну, нет что-то таких уже. Чмошники мониторные одни остались. Все перевелись нормальные барыги. А сайта, ух ты какой хороший. А сейчас я позвоню на оригинальный. Тулавар.ру, 8-950. Тулавар, добрый день, Малька. Здравствуйте. Вот у меня вопрос. Тулавар.со, это ваш сайт или нет? У нас сайт Тулавар.ру. А, .ком, .со? Ну, возможно, копии какие-то, подделки. У нас сайт один. Никакой другой сайт к нам отношений не имеет. Это не реклама сайта, это просто яркий пример, чтобы вы были внимательны, гуглили отзывы перед тем, как что-то на новых незнакомых сайтах покупать. А теперь мой личный респект спонсорам канала. Скоро мы разыграем среди вас вот эти вот телефончики. Это Xiaomi Redmi Note 5 и 6 Pro. Первый приз мы будем разыгрывать в марте. А если вам зайдет, то и дальше я планирую разыграть что-то из вот этой вот всей техники. Да, я тут создал маленькую подборочку. Айфоны, Samsung, AirPods и разные Xiaomi. Я даже не знаю, что из них будет лучше. Выбирайте сами голосование, я устрою себя на странице ВКонтакте. А пока я выбирал призы и сравнивал их, я очень удивился, что у Xiaomi Note 6 нет Face ID. Почему так? Для российских телефонов, к сожалению, так и есть. Но я знаю лайфхак. Просто меняй в системе регион с России на какую-нибудь Азию и распознавание по лицу включается. Изи. Так что примерно все телефончики на одном уровне. Айфон только вот староватый, батарея слабоват, но многие же любят айфоны. Но отзывы про все телефоны хорошие. Все красавцы. Они актуальны сейчас и будут еще долго востребованы. В магазинах цены кусаются, так что есть реальный шанс просто выиграть их у меня. Или купить за свои деньги, переплатив в магазине лишнего. Ну или не переплатить. Это уже выбирать тебе. В общем, это выбор каждого. А теперь персональные приветы ребятам, которые точно не попадутся на кидало. Ведь они наши новые спонсоры канала. Встречайте. Респектосы. Борис Лайв Чанел, Саймон Ди, Тим Альфорд Урал, Гараж 136, Егор Соколов, Плей ТВ, Визард Шоу, Костя Юрин, Максимка Максимович, Славик 7852, Олег Лук, Лемон Стендов 2. И вообще, любой может получить эти подарки. Регистрация в конкурсе это просто спонсорская подписка на канал. Все подробности в описании. Кстати, спонсорство работает не во всех странах. Раз мы заговорили о вас, о подписчиках. Подписчик. Наш старый добрый зритель, мой земляк Артемка, заказал себе хайповые кроссы. Nike Son of Force. Дабы пофлексить у меня во дворе в своих новых найках. Заказал их вот на вот этом вот сайте. Кроссовки.ком. Там 3С в середине. Адрес сайта, как видите, добротный, не стыдный, домен дорогой. Сам сайт выглядит нормально, не какой-то там кривой косой. Но это фейк. И лишь 2% людей смогут понять, где здесь кроется развод. И его выдают в первую очередь огромные скидки на товары. Просто ну нереальный бред. Таких скидок просто не бывает. 90% случаев, где пишут про такие огромные скидки, это развод. Запомни. Второе, что его выдает, это отсутствие юридической информации в самом низу сайта. Я ни на одной странице не нашел, что за ИП или ООО работают через этот сайт. А ведь каждый добропорядочный магазин оставляет о себе инфу внизу, вот какую только вообще можно. Тут для обратной связи используется просто единственный номер телефона. И офис. Конечно же не указан нигде никакой офис. Я посмотрел в справочнике всея компаний, это который с тупым названием 2ГИС. И выяснил, что из всех 10 компаний, находящихся в этом строении, нет ни одной фирмы, которая торгует обувью. Не, ну а может просто надо съездить туда и вживую посмотреть, поспрашивать, что там да как. Ребята от нашей деревни Екатеринбург до Москвы 1700 километров добираться. Я уже такой собрался и подумал, а может надо сначала посмотреть, куда я поеду, а то мало ли вдруг зря будет. Чё-то я ступил малость, можно же было просто сделать вот так вот. Хоба, всё, я на месте. Мало того, что территория похожа на какую-то автобазу или склады, так там просто все организации по автотематике. Так что магазина кроссовок там точно нет. Просто какая-то стрёмная дыра, господи. Чуть не уехал туда. Есть ещё один признак на ёб-конторы. Это бесплатный бизнес-мессенджер Дживо Сайт. Сорян, если неправильно назвал. Это, конечно, не говорит о том, что любой сайт, где есть этот мессенджер, лохотрон. Нет. Но барыги его очень любят, ведь он, ну, просто халявный. Я там задал вопрос, мол, почему такие цены дешёвые? И мне ответили. Работаем напрямую с Европой. За обувь не платятся налоги и НДС в РФ, поэтому дешевле. Эээ, где логика, я не вижу. Как можно работать с Европой и не платить налогов? Да это бред, вы чё? Они контрабандой в жопе, что ли, эти кроссовки провозят? Это стандартная отмазка всех интернет-барыг в магазинах. Мы не платим налоги, поэтому дешевле. Там у нас шваси-васи с таможней конфискат. Господи, бред. Полный, конченый бред. Фейк это или нет, но этот магазин, имея все признаки на ёб-конторы, всё-таки присылает товар. Но, смотрите, смотрите, вы сейчас просто орнёте. Вот что заказал Артём. Nike Son of Force. Вот так это выглядит на сайте. Вот так они стоят на полке в официальном магазине Найка. А вот что пришло из скидального интернет-магазина Кроссовки Ком. Пушки, блядь. Обратите внимание на охрененную подошву этих Найков. У домашних тапочек моей бабки такая же подошва была. А, ну, точнее, это просто кусок пластика простой. Я не знаю, как можно их по-другому назвать, эти тряпичные тапочки. Это чешки просто. И вы ещё посмотрите, в какой коробке это всё пришло. Их реально провозят контрабандой в жопе. Только из Китая десятилетней давности, судя по качеству этой обуви. Если это вообще можно обувью назвать. Парень заказывал зимние оригинальные Найки почти за 4К. А ему пришли уродские тапочки за 500 рублей, которые ещё и являются контрафактной копией. Неожиданный развод, да? Артём ко мне ещё скинул кучу отзывов про этот сайт. Но смотри, что пишет на Яндексе про них. Прислали не то, что заказывал. Очень хамское обращение. Это мошенники. Никогда не заказывайте. И там даже есть ответы магазина. Я ответы эти открываю и вижу, что оказывается. Есть оригинальный сайт кроссовки.ком с двумя С в середине. А мошеннический сайт это кроссовки с тремя С в середине. Разница в одну букву решает, будет мне за тебя стыдно или нет. Одна буква. Ребята, всего одна буква решает, Орик тебе приедет или лютая паль. Вконтакте уже давно создалась целая группа тех, кого развёл этот сайт. Кроссовки.ком обман кидалова. Там даже находятся те, кого смутил размер коробки, и они не стали забирать на почте. Красавчики, паучье чутьё не дало вам развести себя на кроссовочке. Смотрите, что там ещё людям приходит. Тапочки, блин. А вот эти чёрные найки узнаёте, да? Вот что народ заказывает, а вот что приходит. Ожидание. Реальность. Ну офигеть теперь, да? И что делать, если ты попался? Писать заявление в полицию? В группе есть такие люди, кто и даже писал заявление. И как думаете, полиция начала работать по этому вопросу? Нет, человек получил отказ в возбуждении дела. Как такое возможно? Обман жену очевиден, вот он. Но полиция не заводит дело. А Евага не идёт ловить барыг. Барыг, которых нужно поймать за руку, сейчас стало очень мало. Они все ушли в интернет. Насмотревшись наших роликов и вместо торговли палью на авито, они создают вот такие вот сайты и продают паль дистанционно и безнаказанно. И не пнёшь даже такого под жопу. Ты кидаешь людей в торгую шпальню? Слышь ты, проходимец, пошёл бы отсюда, блядь! Поэтому придётся подключать нашего тайного агента, мистера Базилио. На самом деле это правозащитник Артём Коноплёв, которого вы в наших видосах уже наверняка не раз видели. Он юрист. То есть писать, идти в полицию на мошенничество, это неправильно. Ибо надо доказать умысел. А его хрен докажешь. Нужно идти в гражданский суд и уже подавать конкретно на то юрлицо, которое тебе продал тот или иной товар. Соответственно, подавать на него будет достаточно сложно. Это нужно судиться, помимо, что регистрация ответчика в суд дистанционно не бывает. То есть можно будет туда выехать. Но это дорого, долго и неинтересно. Понимаете, тут не полиция виноват. И не человек, который не особо-то юридически грамотный. Законы у нас так написаны в России, что вот хз куда-то мети, на что, на кого писать, как правильно это подавать, вообще ни хрена не ясно. И благодаря этому барыга и дальше будет сидеть там и продавать вот этот вот весь хлам. Так что вот для чего я и снимаю эти ролики. Чтоб все знали схемы мошенников. И никто не вёлся на эти вот уловки. В России чё-то у нас как-то не сажают таких барыг. Странно, но в Белоруссии почему-то сажают. Суд советского района Минска сегодня вынес вердикт о мошенничестве в особо крупном размере. Родственницы создали группу в социальных сетях, где продавали товары по низким ценам. Идея в целом понятная, но вот исполнение криминальное. Большинство клиентов маргариток товар так и не получили. Максимальное наказание по данной статье вплоть до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В Минске поймали таких вот баб кидал, которые тоже создали какой-то магазин и наёбывали людей. Но как видите, они попались. Но это в Минске. В России я такого ещё не видал. Так что, ребята, ну, если вы знаете какие-то случаи, когда садили так барыг магазинных вот этих продавцов, то скиньте куда-нибудь видосик. Я посмотрю. Ну, я не встречал. Ну, реально. Вот для этого я и снимаю ролики, чтобы вы знали схемы мошенников. И никто не вёлся из вас на вот эти вот уловки. Как видите, это может случиться абсолютно с каждым. И со мной в том числе. Вот смотрите. Я недавно решил проверить ещё один сайт по сюрприз-боксам. И оставил 10 тысяч рублей на сайте ubox.com.ru. Адрес у него странный. Какой-то он двойной. И как думаете, это оригинальный сайт или нет? Вот без всяких гуглений. Просто напишите в комментах. Я лоханулся или нет? Учитывая то, что мне уже неделю не присылают ни трек-номер и не пишут, что заказ обработан. Может, я попался всё-таки на фишинговый сайт? Или всё-таки нет? В общем, друзья, как видите, можно просто на ровном месте подарить барыге свои бабосики. Так что проверяйте все сайты, где хотите что-то купить. И никогда не попадайтесь на уловки мошенников. А не то у меня стыдно будет за вас. Серьёзно, ребята. Хорош уже.